Итого получилось общих нас детей 10. Со своими 10. Ну, как бы, думаю, что 10 детей вырастить сможем. Эта интересная семья живет в Улусе Кульский станок Хоринского района. У Антониды Голдановны и Аюши Церинжаповича двое родных сыновей. Когда старший вырос и уехал, младший остался один. Тогда супруги взяли первых приемных детей – брата и сестру Ивана и Алену. После удочерили еще одну девочку Яну. Эти ребята закончили школу и также перебрались в город. В течение нескольких лет после их отъезда супруги взяли на воспитание еще пятерых детей. Как говорят многодетные родители, самое сложное было усмирить эту гремучую смесь разных характеров и темпераментов. Жаргал, вот Алена, моя старшая сестра, они постарше все-таки, и у меня были с ними конфликты. Потому что, ну, не понимали, когда Яна появилась, девочка третья, наоборот, мы с ней сильно подружились, и уже вот нас двое, и их двое. Когда я приехала вот с Ритой, у нас были иногда конфликты, потом еще приехали Леша, Саша, и мы тоже с ними конфликтовали, нашли язык общий. С Лешей сейчас, с Костей мне помогают с дровами, воды, хозяйствами. Обычно до 12 лет у меня они, как будто я там хожу, занимаюсь с ними. После 12 уже мужские дела на улице, они уже там, начиная там элементарно гвозди забить, да, Леша, например. Вот ничего не умели, даже инструменты названия не знали, сейчас полностью спокойно, ремонт, и все везде бегают, помогают. Главное дело, как думал, надо подход. Время надо, главное. Время. Время и терпение, надо помочь. Время и терпение, надо. Какие-то интересы, стараешься их поддерживать. У нас семья конфликт как, мы читаем книгу, чтобы больше не ругались. Я раньше ходила на борьбу, мне нравилось. Я ездила два раза на соревнования, один раз заняла третье место. Мне понравилось снимать всякие видео, там, природу, себя снимать. Я борец, вот, недавно вот занял второе место со слов Озерский. Я с детства стихи писал. Учитель наш Елена Танзановна начала уметь, ну, заметила этот талант, начала развивать. Стихи до сих пор пишу. Ребята маленькие, они вот на нас соленые, на жаргава, там, могут положиться всегда. Мы живем в городе сейчас отдельно, учимся, вот, и мама с папой иногда их отправляют на каникулы, мы тоже, там, город посмотреть большой, то же самое, елка новогодняя. И, ну, мы всегда навстречу идем, всегда на автовокзале встретим, здесь переночевать, прогуляться. А вот есть у вас или семьи какой-нибудь девиз? Ну, наверное, один за всех. Все за одного. Алина Котова, Сарюна Нанзатова, телекомпания ТВ, Хоринский район.